Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня поговорим с вами про тренды и антитренды верхней одежды. Я буду показывать вам прямо на примере, все это мерить на себя, показывать что, где, почему, как. Итак, вот такие вот дубленки а-ля, ну, такие авиаторы, это антитренд. Но есть трендовые дубленки, которые сейчас главный хайп, главная верхняя одежда этого сезона, это не шубы-чебурашки, которые были в том году, не объемные пуховики, которые были в том году, а именно такие укороченные дубленки, можно удлиненные дубленки, чаще всего из рыжей замши, и снизу идет либо искусственный мех, либо натуральный светлый мех. А вот это, наверное, самое-самое актуальное, я еще, к сожалению, к этому сезону не готова и не купила такую дубленку. Вот смотрите, как бы, вот в целом они очень похожи, но это более актуальная модель сезона, а это скорее антитрендовая модель сезона. То есть вот такая форма дубленки, она считается несколько устаревшей. Но опять же, если вы возьмете ее в интерпретации рыжей с белым, то это может быть и трендом сезона. То есть здесь будьте осторожны, не нужно выкидывать, если у вас есть вот такая вот, но вот конкретно в черном исполнении вот такая вот гранжовая история, она не в моде. Больше в моде вот такой вот вариант, укороченный с какими-то, смотрите, здесь очень необычные рукава, конкретно у этой дубленки, они, видите, объемные. Это как раз-таки такой тренд сезона, да. Здесь обычный классический, как у авиатора рукав. Есть очень четкое отличие. В общем, вот такие вот в моде, вот такие считаются антитренды. Смотрите, видите, она выглядит прямо как дубленка для какого-то севера. У нее вот такая вот форма, она очень объемная, она очень оверсайз, она не удлиненная, она либо короткая, либо она совсем длинная. То есть тут два варианта. Миди длина, да, вот такой вот формы, я ее сейчас тоже померю. Это антитренд, а вот это именно входит в разряд трендов. Видите, какие рукава объемные? То есть она как бы создает такой шарик, что ли. Вот эта старая дубленка из Зары, ее уже сто лет, она у меня как-то так лежит. Честно, лично я буду носить эту дубленку, мне в ней удобно, мне в ней комфортно, она мне заменяет кожаную куртку, из которой я всегда в ней хожу в осенний сезон. Поэтому мне как бы конкретно на этот антитренд несколько плевать. А есть другой антитренд, на который мне не плевать, а который действительно замазорил глаза в том сезоне, который действительно лично для меня является очень жестким антитрендом. Это вот такие вот гладкие чебурашки. Видите, они выглядят как халат, такая гладкая, прям вот как у игрушек, у мишек. Помните, игрушки делали? Такой же материал. На что заменить? Я сейчас померю эту шубу для того, чтобы вы видели, как это выглядит. Они бывают коконообразные, бывают халатного типа, бывают короткие, бывают длинные, как у меня. В общем, разные. В любом случае, именно такой материал является неким антитрендом. На что заменять? Форма может оставаться та же, но сам материал, мы вставим картинку. Это новая коллекция Max Mara. В старой коллекции было то же самое. Это их знаковая модель шубы-чебурашки. Она как бы из такого, она из шерсти и из такой, как будто бы барашек, что ли. То есть такая шерсть, она выглядит несколько по-другому. Это тоже чебурашка. Нельзя сказать, что все чебурашки антитренд, но она абсолютно актуальна. Конкретно вот такая вот мягкая, гладкая чебурашка антитренд. Смотрите, следующий вариант чебурашки. Это, например, какие-то вот такие модели. Они видоизмененные. И здесь даже непонятно, из какого материала сделана вещь. Потому что здесь очень много такого декора, но это все, конечно же, сдерживается при помощи цвета. То есть здесь накладные карманы, деревянные пуговицы. Она тоже вроде бы гладкая. Они все равно несколько другие, потому что здесь волокно другое. Они несколько похожи внешне, вот так казалось бы, да, просто разный цвет. Но из-за большого количества фурнитуры, из-за формы это выглядит по-другому. Можно носить и такой материал, вопрос в каком изделии. Если вот в таком вот, либо коконообразной, как мы видели, весь прошлый сезон на улицах и в масс-маркете, нет. Если вот что-то такое интересное, в целом можно себе позволить. Далее, если говорить про цвет, самый актуальный цвет для верхней одежды, то в этом сезоне самый актуальный цвет это бежевый. Я вам просто покажу самое обычное бежевое классическое пальто. Это может быть классическая чебурашка, опять же, вот я говорю, как в Максмаре, у них как раз такой же оттенок, Camel. Либо это может быть бежевый, светло-бежевый, как, например, на вот этой дубленке. Это может быть рыжий оттенок, да, то есть все оттенки коричневого. Вот это тоже актуальный цвет для верхней одежды. Сейчас я вам расскажу про кожу. Кожа на верхних изделиях стала актуальной в том сезоне. Но так как Россия все не так быстро усваивает, как хотелось бы, она станет особенно популярной в этом сезоне. Поэтому, если вы купили в том сезоне себе кожаную куртку, или если собирались, не рискнули, в целом, в этом сезоне это сделать можно. Они есть длинные, они есть короткие, они есть стеганные, очень прикольные. Они есть в виде бомберов, есть в виде вот таких вот, как пуховиков одеял, я их называю, да. У меня это Утер Куэр. Кстати, так, по брендам. Вот это Макс Мара, вот это, а, вот это Олвини, мой магазин Фую, это DGM бренд, это Азер Сторс, Утер Куэр. Ну и дальше я вам расскажу. Кожа актуальна в дубленках, актуальна замша. Но замша, опять же, крут смотрится только с дубленками. И если мы говорим все-таки про пуховик, то я бы рекомендовала брать именно кожаный пуховик. Раз уж мы затронули тему пуховиков, то главный хит этого сезона – это длинные пуховики. Во-первых, это очень тепло, безумно тепло. Я спасалась только вот этим пуховиком в том сезоне. Это пуховик от Кельвина Кляйна. Это как залезть в одеяло и пойти на работу, вот реально. То есть он супер длинный, он в пол, прям практически тащится по полу. С большим капюшоном, такой очень объемный. У меня даже размер М, я не стала брать С. Мне нравится, что он в белом цвете, он из-за этого выглядит более нарядным, но это безумно марка, очень марка. То есть даже я, человек, который ездил на машинах, мне нужно его, кстати, почему он в химчистке? Мне нужно его сдать в химчистку, потому что он все равно так или иначе стал грязненький. Очень красиво можно взять, например, в черном цвете, и тогда вся грязь вам нипочем. Именно удлиненные, прям максимально, не по колено, не по щиколотку, а прям, точнее по щиколотку они должны быть. То есть очень-очень длинные. Короткие пуховики, ну добавляйте им какой-то фишки, пусть если короткие, то кожаные, например. То есть не просто плащовые короткие, потому что, ну они, не скажу, что они прямо антитренд, это некая классика, которую все равно люди будут носить. Но это не является трендом, и не всегда такие пуховики выглядят симпатично. Я бы даже так сказала, 85% таких пуховиков выглядят не очень. Есть пуховики, которые выглядят круто. Согласна носить и любить, особенно водителям это очень удобно. Я, например, любитель коротких изделий, если я не хожу по улицам, я всегда ношу короткое, потому что в машину вот в этом и вот в этом всегда очень тяжело залазить. Это я ношу, когда я в Европе, и там я без машин. Далее, следующий тренд это жилеты. Плюс, если мы говорим про плащовые изделия, они обязательно в этом сезоне должны быть стеганы. То есть, как здесь, видите, вот такая вот шашечка. Она может быть более мелкая, может быть крупная, как здесь. Это очень классный жилет от Ушатава. Не знаю, есть ли они в этом сезоне. Здесь, смотрите, такие ленты, их можно завязать для того, чтобы меньше проникало холод. Но вообще, эти жилеты лучше носить поверх пальто, например. Можно носить поверх трикотажа, если не слишком холодно, или какая-нибудь горнолыжка, или что-то такое. У вас там снизу, например, термобелье. Больше имиджевая, не совсем практичная история. Но она очень красивая и классная. Стеганые вещи наиболее актуальны в этом сезоне. Поэтому, если мы говорим про пуховик, он, например, может быть короткий, но кожаный. Или короткий, но стеганый. Либо он может быть длинный и стеганый, а-ля такой, знаете, коконовидный. Тоже классно. Последний тренд этого сезона, но он такой более осенний. Но, кстати, можно найти его в каком-нибудь, в таком материале, да, а-ля верблюжьей шерсти. Он будет очень-очень теплым. Опять же, носить его поверх трикотажа. Это кейпы. Кейпы стали очень актуальны в этом сезоне. И нам показали кейпы очень огромное количество модельеров, дизайнеров. Он такой, знаете, более офисный вариант. Если вы офисный работник, то вам, скорее всего, это добавит какого-то разнообразия в ваши обычные будни. То есть вы будете не в обычном пальто, да, строго идти по улице. Хотя бы пока идете до офиса, можете быть более женственной и более модной. На этом у меня все. Напишите, какой тренд вам понравился. Какой пуховик или куртку или дубленку пальто вы приобрели себе на предстоящий сезон. Чем будет все утепляться. Это очень интересно. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и информативным. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok